Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Владислав Вавилов. Я являюсь вице-президентом Киевского фитнес-союза и одним из организаторов фестиваля Fitness Sunday, который проходил и будет проходить в городе Киеве, в парке имени Шевченко, в центре города Киева, 10, 17 и 24 апреля, в 2 часа дня. Киевский фитнес-союз, представителем которого я являюсь, основной своей видом деятельности считает популяризацию фитнеса, то есть популяризацию здорового образа жизни среди киевлян. И возникла такая идея провести такое мероприятие в парке Шевченко. Это все удалось сделать благодаря поддержке Шевченковской районной администрации и управлению УЗН, управлению зелеными насаджениями Шевченковского района, которые поддержали нас в этом стремлении и предоставили, дали разрешение проводить мероприятие в парке Шевченко. Первое мероприятие было 10 числа. Нашими основными партнерами и организаторами выступила Соукраинская ассамблея молоди, которая, думаю, чуть позже прокомментирует свое участие в этом вопросе. Также выступил и поддержал нас очень сильно Союз азербайджанской молодежи в Украине. Информационным партнером выступил Украинформ. Я бы сказал, наверное, таким партнером, который предоставил напитки и который поддержал нас финансово, выступила компания Jaffa Viva. Это не политическая акция. Это акция, направленная на популяризацию здорового образа жизни. И лично мне, как человеку, который длительное время занимается и имеет отношение к прямой экспорт, Иногда обидно, что многие люди или клубы занимаются платной популяризацией или что-либо продают. Мы ничего не продаем. Это абсолютно бесплатно. У вас есть возможность прийти и на протяжении полутора часов позаниматься аэробными программами с ведущими специалистами индустрии фитнеса города Киева. Попить соки, получить журналы, потому что 17 числа нас поддержал журнал «Твое здоровье» и обязательно будет распространять какую-то печатную продукцию. То есть я хотел, чтобы это был комплексный фестиваль. И мне очень сильно верится в светлое будущее, что со временем при поддержке города, городской администрации и при поддержке молодежи мы сможем пройти этот фестиваль еженедельно на протяжении всего лета в парке Шевченко, возможно, в парке под аркой дружбы народов, чтобы это было регулярное занятие. И люди, которые хотели бы поддерживать здоровый образ жизни, имели такую возможность, не тратя ни копейки, прийти и позаниматься. Вы знаете, на данном этапе, по той информации, которая у меня есть, ни один из существующих клубов города Киева ничего бесплатного не предоставляет. Я хотел, чтобы это был какой-то определенный социальный прорыв. То есть абсолютно вы видите миллионы бордов, десятков, сотни, которые предлагают какой-то фитнес за 100 гривен, за 200 гривен в месяц, или якобы бесплатно, но это все не так. Есть возможность, первое, прийти, пообщаться с молодыми, красивыми ребятами, такими же, как и ты. Второй момент, это открытое небо, свежий воздух и никакое помещение. Третий вопрос, это бесплатно, и благодаря этой поддержке у людей есть возможность регулярно это посещать. Если будет поддержка, я в это очень сильно верю. К сожалению, 10 числа просто погода нас подвела. Я приложу максимум усилий, и я уверен, что это мероприятие поддержит и городское управление, и в том числе и Министерство молодей и спорта, которое сейчас по-другому уже называется и входит в состав другого министерства. И я вижу в этом регулярность. Большинство партнеров и так называемых спонсоров, для них это очень сильно интересно. Молодежи это тоже очень сильно интересно. Только знаете, как надо совместить интерес людей, которые могут обеспечить финансовую поддержку. Именно просто организационный вопрос. Музыку, сцену и так далее. И желание молодежи просто соединить в одно место. Это была первая попытка. У нас их будет три в апреле, то есть одна была, еще будет две. Если 17-го и 24-го лично я увижу большое желание молодых людей, киевлян, к этому направлению, я просто не хотел, чтобы это выглядело из-под палки. Какие-то, как проводят политические акции, где, извиняюсь, людям платят какие-то деньги, они приходят и поддерживают. Я хотел, чтобы это было проявление действительно молодежного движения. То есть, что молодежь поддерживает здоровый образ жизни просто потому, что они это любят. Если такое стремление будет, то Киевский фитнес-союз обязательно организует, по крайней мере, три таких же мероприятия в мае. Продолжение следует...